Добрый день! С вами снова программа «Бизнес-среда». Передача о предпринимателях и для предпринимателей. Сегодня в выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Региональный инвестиционный стандарт. Ключевой проект агентства стратегических инициатив по созданию благоприятных условий для ведения бизнеса в регионах. Стандарт включает в себя 15 лучших инвестиционных практик, используемых наиболее экономически успешными регионами. Внедрение инвестиционного стандарта ОСИ – ключевая задача в 2013 году для органов власти не только в республике, но и по всей стране. Коллеги, рад приветствовать вас на заседании экспертной группы. Сегодня у нас чрезвычайно важный вопрос, а именно инвестиционная стратегия Чувашской республики. В принципе, это основополагающий вопрос в проекте по внедрению стандарта в регионе и по оценке мониторинга внедрения стандарта. Очень рад, что работа по внедрению стандарта в Чувашской республике идет намного активнее, чем во многих других субъектах Российской Федерации. Одним из требований стандарта является разработка и утверждение и принятие к исполнению инвестиционной стратегии региона. Она уже готова, и на днях заместитель министра экономики Юрий Соловьев познакомил с ней экспертную группу ОСИ в Чувашской республике. Достижение целей и задач инвестиционной стратегии невозможно без активного участия всех органов исполнительной власти Чувашской республики и муниципальных образований с выделением необходимых для реализации всех необходимых мер, ресурсов административных, кадровых и финансовых. Главной целью их участия должно стать создание алгоритма обязательного и безусловного взаимодействия с определением функциональных зон деятельности и мироответственности. Это уже не первое заседание экспертной группы Агентства стратегических инициатив. По итогам прошлого обсуждения экспертная группа не одобрила предложенный Минэкономразвития проект стратегии, аргументировав это неопределенностью временного горизонта планирования. В качестве минуса было обозначено также отсутствие периода отчетности о ходе реализации мероприятий. Стратегия была переработана и представлена сейчас абсолютно в новом формате. Проект инвестиционной стратегии республики был в целом одобрен. Эксперты посчитали нужным, добавив туда несколько пунктов. Один из них – влияние на региональный инвестиционный стандарт проекта создания высокоскоростной пассажирской магистрали ВСМ-2 Москва-Казань-Екатеринбург. В инфраструктурных вещах не прописаны варианты или возможности изменения стратегии в связи со строительством высокоскоростной железной дороги. Там есть как бы два таких серьезных аспекта. Во-первых, это меняет значительно коммуникационные возможности территории Чувашия, через которые будет проходить высокоскоростная железная дорога. А во-вторых, это загружает северную часть территории. По моим предположениям, если я сейчас не могу сказать, но вообще на тяговых подстанциях, если мы где-то 120 км по территории Чувашия, это порядка 2-3 подстанции примерно по 50-60 кг. Это означает то, что где-то порядка 80-90 мегаватт мощности добавляется в северной части, в дефицитной части по мощности. Это серьезно потребует изменения энергетики Чувашской республики, схемы развития энергии. Другой важный пункт – подготовка инвестиционных паспортов муниципальных образований Чувашской республики и необходимость создания транспортно-логистического центра на территории Чувашии. Симбиоз образования и сферы производства. Наконец мы можем говорить об этом, как о свершившемся факте. Недавно открытому ресурсному центру ЧАС присоединяется центр по подготовке рабочих и специалистов ЭЛАРа на базе Чебоксарского электромеханического колледжа. С электромеханическим колледжем ЭЛАРа работает с момента основания завода. Все эти годы монтажники и регулировщики радиоэлектронной аппаратуры, станочники практиковались на предприятии. А с открытием ресурсного центра обучение в колледже максимально приближено к условиям работы на ЭЛАРе. Создаваемые рабочие места на предприятии ЭЛАРа и на других предприятиях электротехнической отрасли – это безусловная гарантия для всех выпускников, молодых выпускников в том, что они будут трудоустроены. Конечно, в первую очередь, наверное, будут трудоустроены на предприятиях ЭЛАРа, поскольку все условия здесь полностью копируют те производственные цеха, которые на сегодняшний день в условии труда созданы на самой ЭЛАРе. Более ста специалистов – монтажники, слесарь-сборщики, регулировщики – нужны предприятию ЭЛАРа уже сегодня. Студенты электромеханического колледжа не останутся без работы, а ЭЛАРе не грозит кадровый голод. Дима – будущий специалист по ремонту электронной техники. Работа молодому человеку нравится и сложной совсем не кажется. Я занимаюсь пайкой проводов на лепестки. Допустим, вот провод. Потом его припаивают к платью, другой конец – лепесток. Допустим, трансформатор. Сюда включивают винтик. Ну, и сам, короче, он держится, получается, к трансформатору. Объяснить трудно. С началом работы ресурсного центра изменится и уровень подготовки студентов, уверен директор колледжа. Также в учебном заведении активно займутся повышением квалификации работающих специалистов республики. Мы получили новейшее современное оборудование, которое используется на предприятиях, занимающихся выпуском радиоэлектронной продукции, техники. То есть вот то, что сейчас здесь вы видите, стоит в цехах, на которых взрослые люди, монтажники, ну, другие специальности делают продукцию, которая потом устанавливается на нашу сферу звуковые самолеты. Они же и на конкурсах работают, и на железнодорожный транспорт. То есть очень такой широкий депозон. Такие центры в Чебоксарах уже действуют на тракторном и электроаппаратном заводе. Ну а сейчас ставшая уже традиционная рубрика «История успеха». Движение – это жизнь, а значит, двигаться должно быть удобно. Вероятно, так подумали жительницы Чебоксары и решили открыть предприятие по пошиву спортивной одежды. Хорошей оказалась не только идея, но и, судя по всему, бизнес-план. Его в правительстве региона поддержали и на развитие дела выдали специальный грант в размере 300 тысяч рублей. Информация, выделенная о гранте, была получена со средств массовой информации. Благодаря этой программе у нас появилась возможность проявить себя. Занимаемся мы на данный момент по шивам спортивной одежды, восточного единоборства – это карате дзюдо. Благодаря этой программе мы получили возможность купить себе новое оборудование, аверлок, машины, швейные. Так, благодаря гранту, появилось новое производство и, соответственно, новые рабочие места. Сейчас на предприятии трудятся около 10 человек. Представители компании отмечают, в планах только рост, но выделенных денег вполне хватило для того, чтобы встать на ноги. Для первого шага этих денег достаточно. Мы купили оборудование. Я считаю, что, в принципе, все это возможно. На мне сегодня одета та продукция, того предприятия, которое получило грант. Эта продукция, смотрите, то есть, кивано, они выпускают довольно-таки приличный вид изделия, опробован, то есть, наглядно сегодня. И мы всем нашим предпринимателям предлагаем тоже приходить за грантами и за другими формами поддержки, которые у нас сегодня существуют. Потому что нет сегодня, не существует преград для получения тех или иных форм поддержки. Например, республиканский бизнес-инкубатор, помимо подготовки документов на гранты, предоставляет в аренду помещение. У нас это, сегодня мы ищем инноваторов и новые предприятия, которые способны сегодня арендовать помещение у нас. Также мы оказываем, помимо имущественной поддержки, оказываем также поддержку бухгалтерского характера и юридического характера. Специалисты отмечают, грант можно получить практически на любой вид производства и услуг. Иными словами, в тех сферах, где можно составить бизнес-план, за исключением купли-продажи. На этом мы заканчиваем нашу сегодняшнюю передачу. Увидимся в эфире через две недели. Напоследок, полезная информация для предпринимателей. Всего вам доброго! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok